Я спрашивал уже про то, когда будет тема о освещении сада и освещении участка. И сейчас перед вами выступает эксперт, дизайнер, интерьерный дизайнер, ландшафтный дизайнер, владелица собственной студии, почетный член Союза дизайнеров и архитекторов, замечательная Велена Никулина. Велене уступаю место, поприветствуйте Велену в чате, пишите свои плюсики и вопросы прямо сейчас. Велена, садитесь сюда и начнем выступать. Вот я все включил, перелестую здесь, здесь, сейчас я клюю. Добрый день, рада вас приветствовать. Спасибо, кто пришел в чудесный воскресный вечер послушать про освещение сада, тема нашего разговора освещения в ландшафтном дизайне. Может быть, кто-то уже знает обо мне, может быть, подписан на меня в Инстаграм. Напишите плюсики, кто знаком. Может быть, слушал мои предыдущие вебинары, что мы не первый раз с вами встречаемся. Дарья. Ну а пока, кто первый раз меня видит, меня зовут Велена Никулина. Я архитектор по образованию, закончила Московский архитектурный институт по специальности дизайн архитектурной среды и более 10 лет занималась проектированием интерьеров. С 2018 года занимаюсь проектированием ландшафтов и основное мое направление деятельности – это проектирование онлайн, удаленное проектирование ландшафтное. Вот более двух сотен проектов мне удалось сделать за последние три года. Это очень быстрый, концептуальный проект, но который помогает клиенту грамотно спланировать свой участок и поэтапно двигаться к реализации своей мечты, к реализации своего идеального сада. Сегодня мы поговорим, какие виды освещения бывают в саду, классификация светильников, какие критерии выбора. Немножко поговорим о безопасности приема освещения и посмотрим на примерах проектов, как спланировать освещение. Очень важная тема – освещение участка. Обязательно нужно уделить этому внимание, чтобы с наступлением темноты наш участок не погрузился в кромешную тьму. Как город засыпает, просыпается мафия. Чтобы он все-таки был, как сказать, удобен, во-первых, для использования и эстетически привлекателен. В любое время суток. Садовые какие-то фонари, приборы освещения, они могут быть дополнением также в дневное время, как декоративными элементами в дневное время. И функционально нести нагрузку освещения в вечернее. Абсолютно по-другому выглядит вечерний ландшафт, преображается. И тут уже, ну как в театре, мы можем задать, как сказать, тему, как будет выглядеть сад. У нас не стоит задачи сделать так, чтобы сад был, как в дневное время, да, осветить все равномерно и чтобы все выглядело как днем. Здесь как раз-таки можно с этим поиграть, выделить какие-то зоны, которые мы хотим проявить вечером. Что-то наоборот спрятать, то есть тут вот такая немножко игра получается. И сад выглядит совершенно иначе, чем днем. То есть, ну что-то спрятать, что-то подчеркнуть, выделить какие-то текстуры интересные. Поиграть с тенью, которая, ну, отбрасывается от объектов, от растений. Тоже очень интересная тема. И, ну, не будем пренебрегать освещением. Это, во-первых, это безопасность. И это красота, эстетика. Ну, электричеством, схемой электрики, конечно же, этим должны заниматься специалисты. Но для того, чтобы объяснить этим специалистам, что мы хотим, мы, в принципе, ну, должны ориентироваться, что вообще бывает. Какие виды освещения, что мы хотим. Освещение разделяется на функциональное и декоративное. Функциональное может быть, ну, можно разделить тоже условно на, для безопасного передвижения, маркировочное освещение и охранное освещение. Декоративное освещение бывает, это архитектурное освещение, подсветка фасадов, садовое освещение и праздничное освещение. И давайте по порядку сейчас будем разбирать. Для того, чтобы мы могли безопасно перемещаться по участку, вот как раз-таки существует функциональное освещение. Мы должны осветить обязательно ворота калитка, места входа, подъезда к участку и вход в дом. Здесь такой важный момент, что освещение не должно мешать людям, которые находятся в доме, не должно ослеплять. И в таких транзитных зонах очень удобно освещение на движение, которое срабатывает при перемещении. Обязательно освещаем вход в дом, террасу. Это уже как элемент фасадной подсветки. Здесь могут использоваться бра уличные, какие-то подвесные тоже, если это терраса. Освещаем главную садовую дорожку, подъездную дорожку к гаражу. И освещается парковка, место, где мы паркуем автомобиль. Самый лучший вариант здесь – это опоры, столбики высотой 70 метров сорок. Ну и здесь мы их подбираем в зависимости от стиля нашего сада, чтобы они вписывались в концепцию в общую, хорошо сочетались с архитектурой дома. Ну и требование основное, чтобы они не слепили глаза, чтобы они освещали только саму дорожку, по которой мы передвигаемся. Разные схемы включения могут быть. То есть может быть запрограммировано с наступлением сумерек, включались эти приборы освещения, вот эти столбики. Могут быть датчики движения. Ну или как-то иначе это может быть запрограммировано. Могут включаться вручную также. Обязательно освещаем беседки, если у нас есть какие-то зоны отдыха, в которых мы используем и функциональный свет, ну вот чтобы можно было ее найти, безопасно к ней попасть в эту зону. И также нужно предусмотреть внутри беседки возможность такого более спокойного, мягкого освещения. То есть разные сценарии могут быть. Важно, чтобы не было очень большого контраста света и тени. Здесь хорошо подходят гирлянды, какие-то плафоны, светильники. И хорошо, если плафон будет из матового стекла. И также, если есть возможность, диммер установить, чтобы можно было регулировать мощность этого освещения. Включать удобно или в самой беседке, или из дома. Ну здесь тоже можно продумать вот этот сценарий, чтобы мы имели возможность включить из дома, выключить в беседке. То есть какие-то, ну так называемые, проходные светильники обустроить. Постройки хозяйственной зоны. Если мы планируем работать в вечернее время, то эта зона рабочая должна быть хорошо освещена. Здесь хорошо, ну, идеально подходят прожекторы какие-то на опорах, на высоких. Ну, в принципе, это обязательно нужно сделать. Даже если иногда нужно что-то, какую-то работу выполнить, то мы должны иметь хорошее, мощное освещение. Гараж освещается, ну, такими настенными светильниками, которые могут зажигаться при приближении к гаражу. Ну, или же включаться с наступлением темного времени суток. В зависимости от образа жизни, насколько нам нужно иметь постоянно включенный свет. Или же достаточно только при подъезде, при приближении к гаражу. Следующая группа освещений – это маркировочное освещение. Оно обозначает нам границы участка. То есть мы можем сделать по периметру участка. Маркируются лестницы, дорожки. То есть эти источники света, они не дают какого-то хорошего, прям мощного освещения. Они дают направление движения. То есть это какие-то или встроенные светильники, или очень низкие, на низких опорах светильники. Бывает светодиодная брусчатка. Просто мы видим само направление. Или видим границы участка, что тоже такой психологически хороший фактор. Что не погружается в темноту полностью. То есть нам не обязательно освещать весь сад. Допустим, у забора где-то там какие-то дальние уголки мы можем и не освещать как-то специально. Но во всяком случае мы видим границу участка. То есть это хорошо и по фэн-шуй хорошо, и психологически приятно, комфортно, психологически более комфортно. Чтобы не споткнуться, чтобы спокойно мы видели, куда идем. Обозначаем края детской площадки, границы зоны отдыха. Дежурное освещение. Это такая защитная функция, которая при незаконном вторжении на территории включается охранное освещение. Оно может быть снабжено датчиками движения. Датчики движения нужно предусмотреть, чтобы датчики движения покрывали все подходы к дверям. Чтобы не оставалось мертвых зон. То есть это именно для безопасности. Устанавливается слева и справа от камер слежения. И такие системы включаются автоматически, когда появляется движущийся объект. Ну и в зависимости от программирования, выключается через какое-то определенное время. Также вот на дорожках может быть установлено такое освещение. То есть оно будет нас сопровождать. Мы двигаемся, оно будет включаться и автоматически потом выключаться. Декоративное освещение. Здесь уже именно функция эстетическая для того, чтобы украсить участок, придумать какие-то интересные эффекты. Архитектурная подсветка. Это подсветка фасада дома. Это как основной элемент вечерней подсветки. В принципе, вот это главное, как сказать, источник. Главное, что нам нужно осветить, в общем-то, это здание. Архитектурная подсветка каких-то... Ну, городская архитектурная подсветка вообще устроена так, что она должна показать нам здание без искажения. Мы должны прочитать вот эти архитектурные какие-то элементы здания. На частных участках это не обязательно. Мы можем, наоборот, добиваться каких-то интересных эффектов, неожиданных. Подсвечивать именно то, что нужно нам. Какую-то интересную фактуру. Интересные какие-то элементы на фасаде. Колонны. Кровлю. Ну, вот так, чтобы здание выглядело привлекательно в вечернее время. Можем эти приборы устанавливать на самом здании и недалеко от здания направленным светом освещать. Ну, и как мы уже говорили, мы заботимся о том, чтобы не страдали люди внутри здания, чтобы это освещение не мешало спать. И в освещении тоже есть такой момент, что мы смотрим, что у нас есть на улице. Иногда бывает, что очень яркие фонари есть прямо напротив участка, и надо посмотреть, насколько и что они освещают. Возможно, они какую-то функцию освещения возьмут на себя. Декоративное освещение. Мы освещаем, можем осветить газон, цветники, деревья, добиваясь разных эффектов. Ну, чуть дальше там тоже будут примеры. Подсвечиваем какие-то вертикальные поверхности, подпорные стенки. Можем добиваться эффекта создания интересных теней. Тень, которая будет отбрасываться на вертикальные поверхности от цветников, от каких-то злаков, от растений. То есть можно добиваться каких-то причудливых, интересных эффектов. Именно игрой с тенью. Мы подсвечиваем водоемы. На водоемах обязательно используется маркирующая подсветка, чтобы мы видели границы водоема. Ну, с целью безопасности, конечно же. И можем осветить воду с берега. Можем скользящими какими-то лучами вдоль воды. Могут быть какие-то плавучие светильники изнутри. Мне больше нравится, когда снаружи водоем освещается. Хотя есть и такие подводные светильники, которые можно установить под водой. И также декоративное освещение у нас, праздничное освещение. Это нужно, ну, допустим, Новый год. Это нужно раз в год. Но, тем не менее, если мы заложили эту гирлянду, в которой подведено электричество, то нам достаточно просто нажать кнопку. Не нужно каждый год раскручивать эту гирлянду, навешивать какие-то светильники новогодние. То есть тоже новогоднее освещение можно предусмотреть заранее. Ну и также украшение каких-то праздников, дни рождений. Можно очень тоже эффектно сделать. Могут быть какие-то разноцветные лампы интересные для создания настроения. Классификация светильников по месту установки. Это у нас могут быть фонари разной высоты, подвесные светильники, гирлянды, настенные светильники в виде бра или каких-то могут быть скрытых светильников, которые мы сам светильник не видим, но они на фасаде могут нам освещать какие-то элементы фасада. Встраиваемые светильники. Ну вот да, про которые я сказала, скрытые подсветки. Светильники, которые мы вкапываем в грунт или в дорожку, вмонтируются внутрь дорожки. Прожекторы. Когда мы можем направить луч света в нужном направлении, выхватить нужные нам элементы ландшафта. Декоративные светильники, которые больше как арт-объекты, которые могут не давать света, но просто такие, как декоративные малые архитектурные формы. Светильники с датчиками движения. Ну и также светильники на солнечных батареях тоже интересный такой элемент. В течение дня они заряжаются и дают яркий, но как маркировочное больше его можно использовать освещение. При выборе мы смотрим не только на эстетику, но и также на технические характеристики. Обращаем внимание на цветовую температуру ламп. Чем выше температура, тем холоднее будет цвет светильника. В ландшафте, в принципе, лучше использовать холодные оттенки. Ну и также обращаем внимание на характеристики пыли и влагозащищенности. Это вот так называемая IP, цифра, которая для помещения будет иметь одно значение, для улицы другое. Конечно же, эти светильники должны иметь хорошую степень влагозащиты, должны иметь надежность при перепадах температуры. Используются разные виды ламп в уличных светильниках. Это могут быть лампы накаливания. У меня здесь, в принципе, описаны какие-то основные параметры. Не буду, наверное, все зачитывать подряд. Вы можете посмотреть. Светодиодные источники. Галогеновые и люминесцентные лампы. Оптоволоконные системы. То есть такой светящийся кабель. Натриевые лампы. Ну и светильники на солнечных батареях. Оптимально. Наверное, для ландшафта это все-таки светодиоды. Надежные, экономичные. Обязательно у нас учитываем безопасность. Все, что связано с электричеством, должно быть безопасным. Должна быть хорошая качественная проводка. Но это уже вопрос скорее к техническим специалистам. Но, тем не менее, проговорить это нужно. Добавляется в схему устройство защитного отключения. Чтобы в случае короткого замыкания можно было обесточить систему. Влага, пыли защищенные. Питающий кабель прокладывается в гофре, в пластиковой трубе. Ну и также, если мы используем розетки, допустим, в беседках, где-то в зонах барбекю, то тоже, конечно же, это должны быть уличные варианты. Влагозащищенные, пылезащищенные. Приемы освещения. Здесь мы смотрим, какой эффект мы хотим получить. Если у нас ландшафт в классическом стиле, с какими-то симметричными композициями, то освещением нам, конечно же, нужно это подчеркнуть. Ну, поскольку освещение можно выстроить так, что сломать всю композицию, которая была заложена. То есть мы придерживаемся того стиля, который у нас есть в ландшафте. И, соответственно, светом его подчеркиваем. Ну и такие моменты есть, что цвета выглядят ярче и отчетливее в холодном свете. Для более мягкого освещения используем лампы теплых тонов. Для праздничного освещения цветные лампы. Ну, такое универсальное тоже правило, что теплые цвета приближают освещаемый объект, холодные зрительно отдаляют. Ну и не нужно делать сборную солянку из таких разноцветных источников света. То есть, ну, все-таки придерживаемся 2-3 цвета, не больше. Обязательно в нашей схеме продумываем, где мы что включаем, где нам удобно чем пользоваться. Что-то включаем из дома, что-то датчик движения, что-то делаем включение в разных местах, программируем. То есть, продумываем сценарии заранее. Все проводки, вот эти электропрокладываем перед озеленением, чтобы потом не нужно было уже копать заложенный газон. Поэтому все это делается заранее. Параллельно с земляными работами, с прокладкой дорожек, мы делаем вот эту схему, прокладываем кабели, которые нам нужны. Ну и обращаемся к специалистам. То есть, это тоже такое универсальное, универсальный совет. Приемы освещения. Мы можем поставить, это что касается садового освещения, освещения растений. Мы можем поставить источник света внизу, как бы подсветить крону снизу. Очень интересный такой эффект получается в темноте, когда читается, вот, ну, вся крона, да, освещается. Можем осветить, поставить источники освещения наверху, сверху. То есть, это на заборах, на каких-то опорах могут быть источники света. Если на участке есть высокие деревья, мы можем закрепить эти осветительные приборы на деревьях. И получить такое, так называемое, лунное освещение, заливающий свет. Фоновая подсветка. Это когда мы освещаем фон, ну, допустим, стену какую-то. И на фоне этой освещенной поверхности у нас считаются контуры растений. Сами растения мы не освещаем. Такой довольно-таки интересный эффект получается. И можно с мощностью освещения играть. То есть, более яркое освещение дальних объектов. И более такое мягкое, спокойное ближних объектов. То есть, это создает какую-то дополнительную глубину пространства. Александр просит порекомендовать проверенных производителей и салоны в Москве. Вы не могли бы мне написать в Инстаграм, и я какие-то контакты вам сброшу? И можем посмотреть сейчас на примере проекта, какой сценарий освещения возможен для такого участка. Вот есть проект у нас. Дом с большой террасой. Баня тоже с большой террасой. У нас есть бытовка, огород. Небольшой сад. Есть новогоднее дерево с какой-то композицией около террасы бани. Есть лавочка в перголе. Зона барбекю между баней и домом. Зона загорания. И такой гравийный садик тоже с лавочкой, с зоной отдыха. Сейчас мы посмотрим, как можно спланировать сценарий освещения данного конкретного участка. Ну и по порядку работы. Планировать освещение начинаем, когда у нас уже есть полностью продуманный проект. Со всеми террасами, со всеми площадками, с дорожками. Мы понимаем, что у нас где, какое. И после этого мы уже можем поработать с освещением. Ну и после чего, значит, когда мы продумываем освещение, мы уже думаем на тему схемы включения, где что мы включаем. И, соответственно, по стилю подбираем в зависимости от того, какой стиль ландшафта, какой стиль дома. Выбираем то, что подходит в нашей климатической зоне тоже, чтобы всё это было надёжно. Если, ну тоже такой момент, если такой сложный ландшафт с каким-то огромным количеством элементов, то я бы рекомендовала использовать светильники более простые, лаконичные. Ну и наоборот, если ландшафт простой, минималистичный, то здесь сами светильники могут быть, ну привлекать к себе внимание сами по себе, быть какими-то интересными, интересных форм, быть частью ландшафта. Что у нас здесь концептуально? Что мы должны осветить? Мы заезжаем на парковку. У нас должна быть хорошо освещена зона парковки. Вот здесь мы видим, ну справа есть обозначение, немножко мелковато может быть. Ну вот красные квадратики – это фонари-столбики. Голубые квадратики – это на солнечных батареях светильники. Прожекторы, вот здесь тоже значок. И желтый кружочек светильники, который мы встраиваем в грунт или в мощение. И также вот здесь у нас в данной схеме используются свисающие потолочные светильники и светодиодная подсветка для обозначения контура участка, периметра участка. Это вот маркировочное, то, что мы с вами обсуждали, маркировочное освещение. Вот, мы заезжаем, у нас зона парковки и зона крыльца. Освещается вот этими фонарями-столбиками. Плюс на стене дома у нас монтируется светильник-прожектор, который тоже дает свет сверху как бы на парковку. Мы видим вдоль дорожек у нас поставлены фонари, вот эти столбики. Ну, примерно расстояние тоже надо смотреть в зависимости от мощности освещения. То есть, я вам не дам таких прям технических знаний. Здесь уже нужна консультация. Ну, то есть, я сама всегда обсуждаю с техническими специалистами по мощности. Там, допустим, достаточно ли 5 метров между этими столбиками. Ну, в среднем 5-7 метров. Мы ставим вот эти, значит, светильники вдоль дорожек. У нас есть освещение террас с висающими потолочными светильниками. И, ну, вот было пожелание заказчику, встроенные в террасу, в полсветильники. В полтеррасы светильники, встроенные, вот желтые кружочки. Мы видим, что у нас терраса таким образом освещается. По периметру расставлены светильники на солнечных батареях. Они подчеркивают какие-то элементы ландшафта, да, такие изогнутые линии вот посадок. Тоже они, как маркировочные, дают какое-то понимание границ участка. Также мы их используем в зоне огорода, где по вечерам не планируется работать. Но мы видим, понимаем, где у нас огород. И какие-то периферийные вот эти зоны мы освещаем светильниками на солнечных батареях. И, соответственно, закладываем включение светильников в доме, на террасе. И по зонам тоже мы видим, значит, вот у нас лавочка в перголе. Она оформлена декоративной подсветкой, гирляндой. Не знаю, видно вам или нет. Так, сейчас посмотрим вопросы. Мария спрашивает, растения растут, как учитывать это для подбора светильников? Растения растут. Вы имеете в виду, если мы крепим на стволе какие-то светильники наверху? Потому что растут и растут. Если мы снизу подсвечиваем, допустим, какое-то дерево, нам ничто не мешает его подсвечивать снизу. Если светильники мы крепим на стволах дерева, тут надо позаботиться о том, чтобы дерево не страдало, кора дерева не повредить. Мы еще радиус освещения рисуем, чтобы было понятно, где заканчивается свет и как будет пересекаться и от направленных углы и сектора. Да, это можно сделать в фотошопе. Но вот в принципе это уже на этой схеме я показываю концепцию освещения. Что, где, как я хочу осветить на этом участке. И дальше уже специалисты просчитывают, могут быть какие-то корректировки. Они же рисуют схема ночное время вот с этими радиусами освещения в зависимости от того, какие приборы мы закладываем. Потому что у них есть программы, заточенные под то оборудование, которое продают. И это будет уже более грамотный, технически точный чертеж. Здесь я даю концепцию. То есть я сразу сказала, что я не специалист-электрик, я не технический специалист в этой теме. Я продумываю, какие мне где нужны эффекты. Где я хочу, чтобы у меня был яркий свет. Как мне удобно заехать, удобно дойти к дому. Какие-то декоративные эффекты. Как я хочу подсветить лестницу. То есть моя задача именно концептуально понять, где какое освещение нужно на участке. В какой они работают программе, я вам не скажу. Я думаю, что в разных программах работают. Ну вот можно посмотреть еще один участок. Наверное, мелковато здесь немножко будет. Здесь у нас такая идея была на участке. Через весь участок у нас проходит такой сухой ручей. И как бы такая вот была фишка, участка, скажем так. Есть баня, есть беседка в левом нижнем углу. Если мы смотрим на чертеж, новогоднее дерево. Есть лавочка в перголе тоже. Ну вот такой интересной формы беседка зона очага, зона барбекю. Она была продиктована уже имеющимся на участке фундаментом, который предыдущие хозяева заливали для того, чтобы сделать там водоем. Но клиенты, с которыми я работала, они не хотели водоем. То есть там была такая бетонная, мощная основание под пруд. И мы думали, как его использовать, потому что убирать его было довольно-таки сложно. Мы решили его оставить, поставить там беседкой. Ну, беседку, поэтому там вот такая сложная форма была продиктована, вот этой формой фундамента. Там скомбинирована открытая часть, закрытая часть, зона загорания, зона очага. И давайте посмотрим, какой у нас получился концепция, какая была концепция освещения. Тоже мы видим наверху, слева зона парковки, освещается фонарями. Так, можно ли как-то избавиться от комаров, если это пруд? Ну, есть какие-то обработки. Можно раз в год заказать, чтобы приехали и обработали от насекомых. Так, ну и тут мы используем, здесь у нас, значит, подпорная стенка, ступеньки от дома к бане. И мы продумываем тоже подсветка дорожек, подсветка зон отдыха, подсветка сухого ручья. У нас есть два мостика, которые перекинуты через этот сухой ручей. Мы делаем выводы электричества. Ну, вот на стадии проекта мы закладываем, что нам нужно вывести электричество, чтобы потом осветить эти мостики. Тоже закладываем новогоднее освещение ели, освещение в беседке. Освещаем ступеньки маркировочной подсветкой. И какие-то такие вот праздничные варианты, нарядные, скажем, декоративные варианты. И зоны отдыха у нас здесь в правом нижнем углу качель в перголе. То есть там мы вешаем гирлянду. И здесь вот, ну, как бы основная такая вечерняя фишка, скажем так, это вот освещение сухого ручья. То есть там очень интересные можно создать эффекты камней, там каких-то злаков, каких-то растений, которые в этом сухом ручье с мостиками. Вот. Ну, в беседке мы предусматриваем свисающие светильники с потолка. Зону, где мы сидим по вечерам, тоже должна быть хорошо освещена. Ну, зона очага чисто по границам мы показываем, где она есть, потому что, ну, сидим у огня. Огонь дает нам свет. Так, ну вот, наверное, здесь концептуально и все, что я хотела вам рассказать. Может быть, есть какие-то вопросы? Пишите, пожалуйста. Довольно-таки короткая лекция получилась. Ну, мне хотелось именно концептуально рассказать, что бывает на участке, что мы можем использовать, какие эффекты. Вопросов нет. Спасибо за внимание тогда. Благодарю за обратную связь. Если какие-то вопросы будут, пишите в Инстаграм. И, ну, Александр спрашивал контакты. Ну, кого-то я смогу вам просто сейчас на память не могу назвать. Высокие столбы на участке. Ну, смотрите, в зависимости от площади участка, да, если участок небольшой, то я думаю, что особого смысла нет, потому что мы освещаем дом. И очень часто бывает так, что на улице перед домом могут быть фонари, которые тоже мы не можем исключить. Они есть, они дают свет. Иногда довольно-таки мощные. Благодарю вас. Продолжение следует...